Послание к Титу, третья глава, и это будет последнее, также третье рассуждение, своего рода обзор некоторых тем из этого послания, которое традиционно называется пастырским, очень практическое послание, много практических наставлений, увещаний, инструкций, которые дает апостол Павел Титу по поводу того, как организовать и устроить жизнь церквей, докончить недоконченное в Крите среди новоорганизованных церквей. Вот мы подошли к третьей главе послания Тита, где хотелось бы отметить в основном один жемчуг или одну истину, выставить ее, подчеркнуть ее. Мы не сможем коснуться всего или прокомментировать. Здесь слишком много глубоких вот, как и во всяком слое Божьем, но подчеркнем то, что, по-моему, мнение является основным смыслом, неким таким смысловым ударом третьей главы, и, возможно, всего послания к Титу. Итак, зачтем текст и потом перейдем к наблюдению. Послание к Титу, третья глава. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновлению Святым Духом, Который излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию саделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждала всем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Глупых же состязаний, родословий и споров и расприя законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. И лети ка после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такой развратился и грешит, будучи сам осужден. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину законник и Аполоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Приветствую тебя, все находящиеся со мной, приветствую любящих нас в вере, благодать со всеми вами. Аминь. Итак, титул или же название вот этого рассуждения будет следующим примерно, что радикальная благодать или же оправдывающая благодать, которая, конечно же, является вольной нами, незаслуженной, незаработанной, не было никаких условий или дел праведности, или благих мыслей, которые бы мы помыслили, но явилась благодать и человеколюбие нашего Господа, который спас нас не по делам праведности и так далее, что вот это учение о высокой, суверенной, вольной благодати ведет или должно вести к добрым делам, к желанию быть ревностным к добрым делам. И вот эта связь, которая порой неочевидна, иногда даже нарушается в церквах, об этом нужно будет сегодня рассудить, потому что явно, что апостол Павел связывает учение о суверенной благодати, которую обычно называют кальвинизмом, что она имеет непосредственно отношение к расположению, ко всякому, и готовности к доброму делу. И так радикальная благодать ведет к радикальной готовности к добрым делам. Первые слова, которые говорит здесь апостол, это напоминай им, далее повиноваться, покоряться начальству, властям и так далее, напоминай, что, разумеется, предполагает предварительное знание, напоминается не абсолютно свежая информация, прилетевшая только что с пометкой «срочно», а нечто уже известное, и даже хорошо известное, что предполагает, в свою очередь, что ученики, к которым обращается апостол Павел, через Тита, своего ученика, он был своего рода связью между апостолом и его миссионерской командой, и верующими, в частности на Крите, и пресвитерами, которых он должен был рукополагать согласно инструкциям и увещеваниям апостола Павла, напоминай им, то есть всем верующим, всем искупленным, повиноваться. То есть они, значит, об этом уже осведомлены, осведомлены, они знают об этом. И это знание пришло к ним еще, когда они только уверовали. И если так подумать, это то, что называется вот этим внутренним помазанием, о котором говорит другой апостол Иоанн, возлюбленный, то помазание, которое в вас, которое учит вас всему. Это не означает, что человек, когда обращается, он знает абсолютно все. На самом деле неисчерпаемое Боговедение и не хватит всей вечности уже по совершению всего, когда грядет Христос, избранные все еще будут возрастать в познании, потому что Бог по определению неисчерпаем. И ведение Его, и Его помыслы глубоки, так что во всю вечность невозможно будет их исчерпать человеком, даже в прославленном теле и состоянии. Однако, это похоже как, своего рода, как семя правды, это помазание, это начаток, который получает человек еще в возрождении, обновлении Святым Духом. Он учит кротости, к покорности, к готовности к добрым делам. И если мы, так сказать, отрефлексируем, вспомним прежнее время, первой любви, это то расположение, которое практически спонтанно возникает у обращенных. Желание делать доброе. Мы можем не знать все детали, как именно знать, не быть хорошо наставленной в учении, но вот это расположение сердца, оно присутствует с самого начала. Именно отталкиваясь от этого внутреннего знания, или же помазания, семени правды, которые есть во всех верующих, он говорит, напоминай им. То есть они уже слышали об этом, они уже научились об этом, но задача учителя, пастора, пресвитера напоминать много изучений и раскрывать их еще более. Это своего рода как семя, которое содержит в себе характеристики будущего дерева, но какое оно будет еще, это проявится в дальнейшем. И вот задача пастора и учителя в церкви взращивать и приводить в полноту вот это новое произрастение Господня, насаждение Его. И потом он говорит, напоминай им повиноваться. Еще тут такой аспект, напоминание это не очень волнительная вещь, не всегда это интересно, не всегда захватывающе. Именно по этой причине у пасторов могут быть тенденции обходить сугубо практические послания, каковой является там моя тенденция. Я долгое время отлагал вот даже вот эту серию и растянул ее по времени. Одна из причин, единственная одна из причин, потому что эта глава и это послание, оно наполнено не столько умозрительными, глубокими богословскими высказаниями, сколько практическими указаниями, каковыми нам быть в повседневной жизни, повиноваться, покоряться, быть готовыми и так далее. И поскольку мы знаем внутри себя, что нам всем есть где расти в области практического хождения, соответственно, тенденция немножко как-то отскакивать, уклоняться от таких вещей, потому что мы знаем, что мы не особо в этом преуспели. И здесь речь идет не столько о том, чтобы всех мерить каким-то одним законическим аршином или же хвалиться друг перед другом. Скорее, необходимость напоминания себе друг другу о том, что это должно следовать из Евангелия Божьей благодати. И вот и повиновение, и покорность, и готовность на всякое доброе дело проистекает из осознания Божьей любви. Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам. Опять же, заповедь Божия безмерно обширна, и закон, и закон Моисеев, и новозаветные заповеди, которые также проникают в самую сущность и внутренность, они не оставляют нам место для того, чтобы сказать, о, я достиг всего и усовершился. Но мы, забывая заднее, как говорит апостол Павел, простираемся, тем не менее, знаем, что к этому понуждает нас дух благодати и кротости, к несварливости и так далее. Мы не будем подробно останавливаться на всех этих характеристиках, они более или менее понятны для нас. И основная тема сейчас впереди. Смотрите, в третьем стихе апостол говорит, «Ибо мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудши, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Хорошее и емкое описание мира, то есть обыча человеческого, того, что происходит в новостях и повсюду. Третий стих, третьей главы послания к Титову. «Жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга, рабы похоти и различных удовольствий». Несмыслено, непокорно, вот этот мятежный дом, как у Езекииля, мятежное расположение духа, не покоряться, друг друга ненавидеть, враждовать. Это естественно состояние человека, падшего. Об этом сейчас нет нужды говорить подробно. На самом деле, все, что происходит, является иллюстрацией и подтверждением того, как живут люди, боль по большей части. И мы также некогда, он говорит, были таковыми. Но, и здесь он делает противопоставление. Четвертый стих. «Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога?» «Когда же явилась?» Значит, что-то изменилось. И речь идет, опять же, о несколько заскорузлом учении, что прощающая благодать также является преображающей благодатью. то есть, когда явилась человеколюбие, что-то произошло. Дальше апостол скажет об этом, а собственно о том, чем являлась эта благодать. И несмотря на то, что законники разного рода искажают это учение и часто ставят телегу впереди лошади в том плане, что в начале какие-то предваряющие дела для того, чтобы стяжать и заслужить какую-то будущую благодать, как это делают очень и очень многие религиозные люди, несмотря на это, несмотря на все превращения, мы должны подчеркивать вместе с Писанием, что благодать человеколюбие введут к добрым делам, к расположению сердца. Смотрите, что тут говорит дальше апостол Павел. Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, он спас нас, пятый стих, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, который излил на нас обильно через Иисуса Христа, спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по управанию соделались наследниками вечной жизни. Смотрите, когда он говорит, когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, он не говорит сразу, о, наша жизнь после этого существенно изменилась, это предполагается, но он говорит о том, в чем явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, а именно, в том, что он нас, некогда грешных, некогда мертвых по грехам и преступлениям, Он сам оживотворил, сам спас, не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости. Милость по определению, как говорят часто, это незаслуженное расположение со стороны Бога, а не просто к недостойным, а к заслуживающим самого худшего созданиям, созданиям, которые находятся во вражде с ним. И интересно, что, обратите внимание, апостол Павел здесь говорит, что Он спас нас не кровью Иисуса Христа, что, собственно говоря, является основанием, юридическим основанием нашего оправдания. То есть без пролития крови не бывает прощения. Но Он здесь говорит, Он спас нас баню возрождения и обновления Святым Духом. Баня означает омытие, омовение, фактически, разумеется, не русская баня, то есть под словом баня подразумевается омовение, омытие и обновление Святым Духом. То есть это указывает на что? На возрождение, на возрождение Святым Духом. Некоторые сакраменталисты указывают, о, речь идет о крещении. То есть баня возрождения — это в вашем вводном крещении. Апостол Павел не был сакраменталистом, как нынешние представители исторических церквей. Это противоречило бы его учению о благодати. Есть связь, напоминаю вам, между знаком и означенной духовной реальностью. Поэтому Писание иногда говорит об обрезании или о крещении, как о, собственно, самих реалиях смерти, погребения, воскресения во Христе и очищения от греха. Но, однако, как обрезание не избавляло сынов Израилевых от скверных греха, так и крещение водой, не в состоянии мыть ни одного греха, но кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И истинное крещение, которое спасает, — это очищение сердца от порочной совести, крови Иисуса Христа. А именно это крещение, очищение, производит ответ, обещание, отклик доброй совести, о котором говорит Петр. Такое крещение спасает омытие крови Иисуса Христа. Мы это понимаем, мы говорим об этом в других местах. Но интересное дело, что апостол Павел, примечательно, что здесь он не говорит о крови Христа, он говорит о возрождении, что он спас нас возрождением, омытием омовением возрождения, баней возрождения и обновлением Святым Духом. Почему он так говорит? Вероятно, потому что для нас, человеков, что касается нашей перспективы, наш опыт, наше опытное познание благодати, начинается именно с этого момента, когда мы рождаемся свыше и начинаем веровать. Внезапно приходит осознание того, что на этом месте Бог, а я не знал. Как сказал Яков по пробуждению своему, вот это пробуждение или же возрождение является действием Святого Духа. И оно само по себе, это действие является таинственным, непосредственным, как вияние ветра, которого мы не видим. И мы видим лишь потом эффект, как движутся ветви деревьев. Помните, в третьей главе Иоанна, да, так как Дух дышит, куда хочет. И когда происходит возрождение, само по себе оно не видно, видно последствия его, а именно человек начинает осознавать, верит в Бога и то, что верующим его воздаёт, и он начинает каяться в прежних путях и так далее обращается. Вот уже эффекты, плоды возрождения, они видимы, а именно вера. И для человека спасение начинается именно с возрождения. Когда он возрождается, позже он верует, вера является действием возрождённого сердца, которое бьётся, возрождённые системы, человек, который дышит, и он выходит к Христу, своему Спасителю. Он прежде вызвал его из гроба, Лазарь, выйди вон. Это происходит в момент возрождения, и он выходит. Вот так происходит на нашем, как бы, опыте спасения. Дух он изливает через Иисуса Христа, и так начинается наше спасение. Обратите внимание, 7 стих говорит, чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Здесь апостол Павел связывает оправдание с возрождением. Обратите внимание, что в обычном систематическом реформатском богословии оправдание и возрождение — это различные фазы, шаги, или, можно сказать, ступени спасения. Допустим, как говорят, в золотой цепи спасения. Кого призвал, тех я оправдал. И в обычном, в особенности реформатском представлении, оправдание, наше оправдание происходит не ранее, чем после того, как мы возродились Духом Святым. Прежде своего верования реформаты наставят и правильно делают, что человек рождается свыше, после, не родившись свыше, он не может увидеть царство, он не может уверовать. После того, как он верует, и через веру, которая тоже есть дар от Бога, даром веры, он верует, и тогда вменяется ему эта праведность. Именно в этот момент, и не, так сказать, наносекунды ранее, согласно традиционному реформатскому богословию, в этот момент происходит оправдание. Но здесь Павел не упоминает об этом. Он говорит здесь, вначале, что он спас нас с баней возрождения, и далее пропуская, чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. О чем это говорит? Вот это намеренное конденсирование, сжатие всей золотой цепочки спасения, о чем Павел в других местах говорит подробнее, в одно, то есть он говорит здесь, возрождение и оправдание, мы можем сказать, что так и нам должно рассуждать, потому что воды живые, воды с небес, образ и картина Духа Святого, сходящего, как дождь ранний и поздний, на сухую землю, то есть на нас, которые до времени безжизненные, изляне Духа Святого сходят на ту землю, которую Господь сам избрал и приготовил. Приготовил через также действия Святого Духа. Так же, как вспахивание земли, обычной, так и Дух Святой приходит и делает нечто в земле, и помещает семя, будущее семя, которое принесет плод. Далее происходит излияние Духа. Эти все сельскохозяйственные образы научают нас чему? Что то, что Бог отделил для себя, то, что Он осветил, это же самое Он и поливает водами Духа Святого. И это все как бы для нас идет вместе в том плане, что возрожденные, конечно же, это уже и оправданный. Возрожденный и есть оправданный. И здесь не столько речь идет о вот таком вот тщательном порядке спасения, как о том, что для нас все эти блага приходят практически вместе. И апостол Павел здесь не разделяет между оправданием и возрождением, понятно? И если мы возродились, конечно же, мы уже и оправданы. И обратите внимание, Он говорит, оправдавшись не верою, а оправдавшись благодатью. То есть мы ничего к этому не сделали, не приложили, не добавили, не внесли. Все это было целиком и полностью от Бога. Чтобы мы по упованию садились наследниками в вечной жизни. Чтобы мы надеялись, и надеялись не на себя, но на Бога, воскресившего Христа. Обо всем этом сейчас не нужно говорить подробно. Теперь смотрите, мы подходим к главному. Восьмой стих является главным, так сказать, punchline из всей главы и, возможно, всего этого послания. Он говорит, слово это верно. Кстати, это характерное Павлово выражение именно в пастырских посланиях. Слово это верно, достойно всякого принятия. Он неоднократно говорит именно в первом, втором Тимофея и Тиве. И вот он говорит, слово это верно. И я, какое слово? То, что он сказал, что когда явилось в человеколюбие, он спас нас не по делам праведности, абсолютно свободно, суверенно и так далее. И он говорит, слово это верно. Я желаю, чтобы ты подтверждал об этом. Чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Обратите внимание, что учение о суверенной, вольной, предопределяющей, частной, действенной благодати, то, что называется в народе калевнизмом, что это учение должно вести к прилежанию к добрым делам. По крайней мере, у апостола Павла, он говорит, об этом говори и подтверждая. Напоминай это слово. Это слово, это учение о суверенной благодати, что он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по своей милости и так далее. Напоминай это для того, не просто для того, чтобы, о, мы такие орлы, мы кальвинисты, мы знаем благодать. Нет, не для этого, а цель этого, чтобы уверовавшие в Бога были, старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезным человекам. То есть, еще раз, учение о суверенной благодати необходимо учить и напоминать для того, чтобы уверовавшие в Бога были прилежны к добрым делам. То есть, в противоположность карикатурному образу, который рисуют армяниане, законники и прочие противники благодати, что учение о вольной, суверенной благодати, то есть 100% или 200% кальвинизм, якобы приведет к тому, что люди просто сядут в креслах и расслабятся, да, как говорят, избранные и замороженные, chosen and frozen, и будут просто сидеть, а ну какая разница, что я делаю, Бог спас. В противоположность этому карикатурному образу, Павел связывает учение о суверенной благодати с прилежностью к добрым делам. Это явно здесь в тексте написано, этого невозможно избежать. И отсюда возникает, разумеется, немножко болезненный вопрос, почему же на практике не всегда так, что касается людей, которые вроде бы исповедуют вольную и суверенную благодать. Здесь, мне кажется, две основные причины, разумеется. Первая проблема в тех, кто учат, и по большей части тех, кто учат. Что-либо мы что-то недосказываем, не так учим касательно спасения суверенной благодатью, милостью Божией, либо те, кто слушают, недостаточно разбавляют это верою. И этот месседж, это послание о благодати Божией в лице Иисуса Христа не особо принимается с верою. То есть, либо как-то не так учат, либо как-то не так веруют. Скорее всего, на практике это комбинации того и другого. То есть, есть недостатки в учении, есть недостатки в том, как на самом деле принимается слово. Но факт то, что я показываю вам то, что говорит Писание, что мы об этом должны подтверждать, о том, что благодать абсолютно незаслуженна нами, абсолютно суверенна и вольна, и это должно вести к прилижанию добрым делам. Эта связь с апостолом Павлом здесь подчеркивается. Это хорошо и полезно человекам. Итак, мы должны говорить о высоком кальвинизме. Мы должны говорить об избрании. Мы должны говорить о действенной смерти Иисуса Христа за избранием. Мы должны говорить о непосредственном возрождении, обо всех этих вещах. Но это должно иметь связь к расположению сердца. И здесь речь не идет, опять же, о том, чтобы ходить всех, измерять, сколько добрых дел сотворил такой-то или такая-то. Речь идет о том, что желание должно быть, стремление должно быть, и должны быть какие-то практические плоды, в том числе заботы о братьях, о котором он ниже скажет, чтобы наши не были бесплодны в добрых делах, а именно в обеспечении нужд святых, которые приходят по миссионерским заданиям, чтобы они ни в чем не были нужды. Он говорит, напоминай им, чтобы упражнялись, 14 стих, в удовлетворении необходимым, нужным, дабы не были бесплодны. То есть это напоминание должно быть. И в конце здесь он говорит, глупых же состязаний, в противоположность учению о благодати, то есть о Евангелии, глупых же состязаний, родословий, споров и распри о законе, в особенности удаляясь, ибо они бесполезны и суетны. Все мы знаем примеры, когда в церкви появляются люди, которых интересует какой-то заковыристый, каверзный, интересный вроде бы вопрос о том, сколько было ослов у того или иного персонажа в Библии, о том, сколько пальм росло на том или другом месте, о том, какое именно родословие больше соответствует, кто сколько прожил лет, иногда начинают цепляться за какие-то вещи, которые являются трудными даже для профессиональных ученых, богословов, исследователей Писания. И используются все вот эти зацепки, в особенности распри о законе, о династии, о том, кто когда родился и так далее. Используется это для того, согласно апостолу Павлу, для того, чтобы избежать необходимости следовать ясным императивам Писания. Понимаете, да? То есть мы выпускаем этот чернильный дым для того, чтобы... О, я нашел каверзу какую-то в Писании, сколько же у Соломона было наложниц, или же зацепиться за какое-то имя, за разные варианты написания какого-то имени в книге «Царств» и первое, второе паралипомино, допустим, существует развлечение некоторое, или зацепиться за какую-то вещь, которая представляется неким техническим расхождением, и зацепившись за это, люди говорят, а, тогда какой смысл вообще в христианской вере, и начинают уходить от ясного учения. Почему апостол говорит, что еретика после первого и второго разумения... Кстати, слово «еретик» — это вносящие распри и расколы, раскольника, хорошее русское слово «раскольник». То есть «еретик» означает «человек», «ересь» — это разномыслие вообще-то по-гречески, разногласие, которое приводит на самом деле к расколу, к разделению в церкви. И вот такое разделение. Причем, нужно отметить, что Господь сам производит разделение, открывается искусный, как написано в первом послании Коринфянам, через учение, и учение в силе Святого Духа, собственно говоря, уже происходит разделение, потому что те, которые веруют, они радуются, а кроткие возвеселятся. Нечестивый же начинает скрежетать зубами, поднимает камень. Господь сам производит разделение. Он приносит меч своего рода, который разделяет. Но кроме этого, есть еще ненужные, неправильные, неправомощные разделения, ереси, которые вносят люди, которые через чуждые новые какие-то учения, они раскалывают единство церкви и пытаются заставить овец отвратиться от того, чтобы следовать Христу и идти в какую-то другую сторону. За Моисеем Ли или за каким-то человеческим учителем, уклоняясь в какое-то чуждое или же новое учение, отказываясь от простоты следования за Христом. Таковы, он говорит, таковы. После первого-второго разумления отвращайся, зная, что такое развратился и грешит, будучи самоосужден. То есть внутри себя они об этом как бы и знают, что они ведут не в ту сторону. Свет, когда приходит в мир, он обличает темноту человеческую. Люди знают, что дела их злые, и они не выходят на свет. Им легче копаться в каких-то курьезных вещах, чем-то там заниматься, но вот этот вот конфликт разрешения, который разрешается только у Креста Христова, то есть признание себя грешником, это оказывается на самом деле не под сильным горделивым человеческим сердцем. От Евангелия становится скучно, оно уравнивает людей, уравнивает путь перед Господом, поскольку каждый человек должен по необходимости признать себя грешником, а это не нравится, и так далее. То есть это всегда какое-то шоу самоправедности в конце дня. То есть люди пытаются самооправдаться, в результате они сам осуждают себя. Далее распоряжение, практически не буду их здесь уже касаться, о пришествии того или иного человека. Вот главное здесь, что должна быть связь между учением о благодати и расположением к добрым делам. Это означает, что учители должны так проповедовать, чтобы напоминать о незаслуженной милости, напоминать о человеколюбии и благодати Божьем. Где мы были, как явился Бог, как Он спас нас. И вот это учение, и это напоминание об этом, оно должно вести нас к тому, чтобы мы были расположены и готовы ко всякому доброму делу. Господь да благословит нас всех в этом. Ради Иисуса Христа. Аминь.